Здравствуйте! В эфире программа «Эксперт Плюс», ее ведущая, член экспертного совета общественной палаты Санкт-Петербурга Станислав Давыдов. Сегодня в студии «Города Плюс» мы будем говорить о том, что такое орфаны заболевания и какие на сегодняшний день мероприятия проходят для того, чтобы снабжать пациентов, больных орфанными заболеваниями, необходимыми препаратами. У нас сегодня в гостях Анастасия Татарникова, председатель общественной организации «Дом редких». Здравствуйте, Анастасия! Добрый день! Ну, вначале давайте для наших зрителей немножко поясним, что такое орфаны заболевания, как их лечат, какие необходимы препараты и какие основные проблемы сегодня есть в нашей стране, в нашем городе. Орфанные заболевания произошли от слова «орфан», что обозначает сирота, и в некотором роде это отражает положение редких заболеваний вообще в системе здравоохранения. Но, к счастью, ситуация меняется, мы об этом сегодня поговорим. А вообще редкими заболеваниями в нашей стране с 2011 года признаны жизнеугрожающие, инвалидизирующие заболевания, которые встречаются не чаще 10 случаев на 100 тысяч населения. Как, на ваш взгляд, Анастасия, сегодня складывается ситуация и в нашей стране, и в нашем городе, в первую очередь обеспечения пациентов лечебными препаратами? Помимо того, что редкие заболевания редко встречаются, они требуют к себе особого отношения с точки зрения организации здравоохранения. Поэтому ситуация с 2011 года менялась, и мы должны сказать, что она развивалась достаточно динамично. Несколько важных шагов произошли в сфере развития здравоохранения в области редких заболеваний. В первую очередь необходимо сказать об одном из самых последних и важных событий. Это с 1 января 2019 текущего года пять редких нозологий из перечня 24, которые до этого лежали на плечах региональных бюджетов, были перенесены на федеральный бюджет. Это важное событие, которое было инициировано Советом Федерации, который возглавляет бывший губернатор вашего региона Возьмите Ивана Маквиенко. И все сообщество пациентов, все экспертное сообщество редких больных и редких врачей очень благодарны этому решению. Так вот, с 1 января пять дорогостоящих нозологий из числа 24 были перенесены на федеральный уровень. Что это в первую очередь дало региону? Это снизило финансовое бремя в первую очередь. Что это дало конкретно региону город Санкт-Петербург, мы, конечно, узнаем по итогам 2019 года, когда уже можно будет посчитать финансы и понять, какая экономия была произведена. Что касается общей ситуации в стране. По итогам 2018 года количество редких больных в стране насчитывается порядка 17 тысяч. Серьезные цифры. Да, с учетом того, что, знаете, есть такое мнение, что редких заболеваний немного, а редких больных на самом деле много. И надо отметить, что их больше там, где их умеют хорошо выявлять. И Санкт-Петербург в этом смысле является передовым регионом. Опять же, уровень развития орфанной медицины является показателем уровня развития вообще здравоохранения в регионе. Надо отметить, что в Санкт-Петербурге много прекрасных экспертов, много прекрасных лечебных учреждений, где умеют находить редкие болезни и, соответственно, выявлять редких больных и их лечить. Давайте, например, сравним. В Москве выявляемость редких больных составляет 13 человек на 100 тысяч населения, а в Петербурге выявляют 18 человек. Это о чем говорит? Не о том, что здесь количество редких больных больше, а, наверное, говорит о том, что диагностическая служба и настороженность первичного врачебного звена развита больше. Ну, собственно, это говорит о высоком экспертном уровне врачей в вашем регионе. Что касается трат, то до того, как пятенозологии были перенесены на федеральный уровень из перечня, возложенного на региональные бюджеты, Санкт-Петербург тратил больше 45% всего бюджета на лекарственное обеспечение. Анастасия, мы примерно понимаем картину, как государство относится к орфанным больным, а вот отношение общества на сегодняшний день к орфанным заболеваниям. Чем конкретно вы сталкиваетесь и как вы видите решение существующих проблем сегодня? Что нужно менять в нашем обществе, сознанию людей для того, чтобы решить какие-то проблемы отношения? Может быть, где-то негативного даже. Мне бы хотелось лично быть убежденной в том, что государство и общество у нас неразрывны друг с другом. Мы прекрасно понимаем, что государственные решения, они готовятся к обществу. То есть любое государственное решение возникает в ответ на запрос общества. И то, насколько сфокусировано сейчас внимание государства на редкие заболевания, говорит о том, что общество стало более подготовленным к тому, чтобы вообще на эту тему смотреть серьезно и внимательно. Ну а дальше мы переходим к важным большим темам, темам этики, темам гуманистического отношения к человеческой жизни и так далее. И мне хочется верить, что на сегодняшний момент наше общество уже достаточно зрело в, скажем так, моральном плане, в этическом плане для того, чтобы понимать, осознавать и принимать ту реальность, которая происходит в сфере редких заболеваний. Что лечить надо каждого, даже в тех случаях, когда жизнь этого человека в стоимостном выражении его лекарственного обеспечения выражается в десятках миллионах рублей. Инновации, к сожалению, стоят очень дорого. Что делать пациенту, Анастасия? Вот если коротко, такая инструкция небольшая. Вот сегодня он столкнулся с орфанным заболеванием. Он, члены его семьи. Что ему делать завтра? Вот такая короткая пошаговая инструкция, чтобы не паниковать, чтобы не создавать какие-то конфликтные ситуации. Что делать человеку, который с этим столкнулся сам, либо член его семьи? Ну, мы должны сразу сказать, что редкий человек находится в особой ситуации. Это нужно признавать и самому человеку, и членам его семьи, и обществу. Первое, что я бы сказала, не надо делать, это не надо залазить в интернет с целью найти информацию о своем редком заболевании. Существует ограниченное количество информационных ресурсов. Как правило, они спрятаны кодами входа и предназначены только для экспертов медицинских. И там можно найти достоверную информацию. Очень много непереведенных на русский язык статей. Второй ресурс, где можно найти, это социальные сети, это социальные группы сконцентрированных вот таких же редких больных, которые собираются в сообщество, и они уже опубликуют на своих ресурсах адаптированных. Вот там еще можно поискать достоверную информацию о своем заболевании. Поэтому первый совет, не читайте в интернете о своем заболевании вот таким простым способом пользователя. Второе, ну, конечно же, с этим назначением, то есть с этим диагнозом надо прийти к своему врачу и спросить, что он вообще знает об этом заболевании. Надо признать, что не каждый лечащий врач на любом участке обязан знать все редкие заболевания. На то они редкие, что вероятность столкновения рядового врача с орфанным заболеванием, она крайне мала. Поэтому врач квалифицированный и понимающий, как нужно маршрутизировать пациента, он направит его в федеральный центр, в котором известно об этом заболевании. И дальше будет назначена тактика его дальнейшего лечения. К счастью, этого пациента, если есть лечение, ему назначен будет этот препарат, и дальше нужно будет понимать, каким образом он может его получить. Здесь зависит от статуса его как льготника. Ну и надо заметить, что, к сожалению, в настоящее время только для 5% всех редких заболеваний имеется патогенетическое лечение. Поэтому мы должны понимать, что вполне возможно для этого пациента с редким заболеванием лечения нет. Но если оно есть, то необходимо пройти ряд шагов для того, чтобы он его получил. Ну и, наверное, самое главное в контакте с врачом, я думаю, вы здесь согласитесь, это, конечно, никакой самодеятельности со стороны пациента, исключительно следование тем инструкциям, которые дает врач, и, наверное, в первую очередь, крупного стационара, где с этими заболеваниями сталкиваются хотя бы несколько раз в год и, по крайней мере, знают, что с этим делать. Однозначно. Я бы сказала так, я желаю каждому редкому пациенту найти своего врача, найти своего эксперта и доверять ему, и все-таки верить в то, что особенно в Санкт-Петербурге есть доктора, которые изумительно разбираются в редких заболеваниях, имеют огромные опыты лечения и наблюдения, и надо верить в эту встречу, искать своего доктора и, конечно, следовать всем рекомендациям, которые он будет давать. Анастасия, и у нас в конце каждого разговора небольшой блиц, короткие ответы на вопросы. Какие три основных шага необходимо сделать для решения проблем с обеспечением лечебными препаратами пациентов с орфанными заболеваниями? Три основных шага. Первый шаг – это посчитать всех редких больных, которые есть в стране и в каждом регионе. Второй. Второй шаг – организовать прямой, короткий доступ к инновационным препаратам, в том числе незарегистрированным на территории Российской Федерации. И первый? Третий. Третий. А третий шаг – конечно, начать думать о создании национальной программы по редким заболеваниям. Необходимо ли выпускать больше информационных материалов о орфанных заболеваниях с целью небольшого изменения отношения к ним в обществе? Безусловно. Широкое просвещение общества о редких заболеваниях, как я уже сказала ранее, это первый шаг к формированию такого общественного запроса для принятия важнейших государственных шагов в этой сфере. Общество должно понимать, что такое редкие заболевания, принимать все, что связано с этой сферой, и в ответ давать запрос государству на то, чтобы государство сфокусировало на этой важнейшей теме свое внимание и сделало это одним из приоритетов государства. Ну и ваше основное напутствие с семьям, которые так или иначе столкнулись с орфанными заболеваниями? Мой любимый тезис, который я использую в общении с семьями, где есть редкие дети и взрослые, самое главное — это поддержка, которую мы можем дать друг другу. Каждый редкий больной, и каждый член его семьи должен понимать, что он не один. И за многие уже годы существования сообществ редких больных в России мы научились объединяться, мы научились поддерживать друг друга. Надо точно понимать, что выход всегда есть, и мы поможем его найти. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Сегодня в студии «Города плюс» была Анастасия Татарникова, представитель общественной организации «Дома редких». Сегодня мы поговорили об орфанных заболеваниях, о снабжении лекарственными препаратами, о том, какие шаги должны сделать государство и общество в том, чтобы пациентам с орфанными заболеваниями жилось в нашей стране и в нашем городе намного лучше. С вами был Станислав Давыдов. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok